Эти кадры сняли в Саудовской Аравии. После пятничной молитвы, выйдя из мечети, люди увидели в небе скачущую ложь. Что это за явление и как его объяснить? Аргентинские журналисты снимали сюжет в одном из деревенских храмов, а когда отсмотрели запись, обнаружили, что Иисус открывает глаза и смотрит прямо в телекамеру. Что это было? Оптическая иллюзия? Фокусы видеомонтажа или настоящее чудо, зафиксированное на пленку? Можно ли это объяснить причудами стихии? Быть может, это знаки для нас? Там два глаза уже, смотри, нос. Но как их правильно понять и расшифровать? Кто и зачем посылает нам эти сигналы? Почему жители Липецкой деревушки слышат, как этот дуб поет церковные песни? Почему мироточат иконы и чем они в действительности плачут? Да, это чудо. Да, благодать. Как отличить настоящее чудо от фальшивки? Сегодня впервые мы проведем самый тщательный анализ необычайных и загадочных явлений. Проникнем в суть необъяснимых чудес и попытаемся ответить на вопрос. Что это на самом деле? Ловкий трюк или настоящее чудо? Собственное расследование. Откуда берется то, чего не может быть? Потому что этого не может быть никогда. Смотрите сразу после рекламы. В начале марта 2017 года депутат Наталья Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая Второго. Высказывание бывшего крымского прокурора стало поводом для дискуссий. А тем временем десятки журналистов отправились в Крым, чтобы своими глазами увидеть тот самый бюст Николая Второго. Но на территории Симферопольской часовни не происходило ровным счетом ничего. Николай Второй стоял совершенно сухим. Неужели Поклонскую кто-то обманул? Где произошло это чудо? Оно произошло в Крыму, где очень много времени провела семья императора. Крым – это святое место, святое место. Поэтому чудо вполне возможно. Мы провели собственное расследование. Отправились в Крым, чтобы выяснить наверняка, было чудо или нет. Памятник последнему русскому царю-мученику стоит у входа в часовню рядом с прокуратурой. Бронзовая фигура уже стала объектом почитания. Многие прихожане, выходя из храма, прикладываются к бюсту. Более того, теперь сюда потянулись еще и паломники. То, что произошло и происходит в этой чудесной часовне, это есть то чудо для укрепления веры людей, маловерующих, средневерующих, да и укрепления верующих людей. Нашумевшую историю о том, что с бюстом происходило действительно что-то странное, очевидцы подтверждают. Масляные пятна видели многие. Вот очень много вот здесь было. Вот здесь. Потом вот прям в самих ушах. Я приложилась, след остался на лице. Я даже два дня не умывалась, ходила с этим миром. Но что это было на самом деле? Быть может, прихожане перепутали священное миро с каплями дождя или росы. А может, кто-то специально смочил его маслом? В районе глаз, ушей, так как бы поясом, как бы росой покрыт. Церковные иерархи не спешат с выводами. Для того, чтобы установить истину, нужно время и длительное наблюдение. Но эксперты дают понять, что такое чудо вполне возможно. Мы переживаем сейчас время покаяния перед царской семьей, которые были убиты. Убиты были помазанники Божии, лица священные. Оказывается, мироточащий бюст – не единственное чудо, которое заметили прихожане. Староста часовни Алексей Воблый говорит, что за суматохой вокруг Николая II мало кто заметил, что в то же самое время внутри храма появилась мира и на иконе Божьей Матери Казанской. Очень стоял хороший запах. Даже не доходя до часовни, запах стоял даже на улице уже был. В православной традиции мироточащие иконы явление не такое уж редкое. В разных уголках страны регулярно появляются новости о том, что в какой-нибудь церквушке замироточил священный образок. Но с тем, чтобы металлический бюст источал мира. Исследователи сталкиваются впервые. Так что же это такое? Как выдают желаемое за действительное? И бывают ли вообще такие чудеса? Впервые расследование феномена каменной Сой из Самары. Почему люди превращаются в живые мумии? Стоит-то он дальнейший с девяти. Причусь, он как деревянный. Лик Богородицы на стекле. Что это? Умелая подделка или прикосновение Бога? Для нас это чудо что-то. О чем поет Задонский дуб? Сможет ли наука разгадать тайну поющего дерева? Впервые. Что думают ученые о необычных явлениях? Кто зарабатывает на этом? И как отличить фальсификации мошенников от настоящего чуда? Смотрите прямо сейчас. Аргентина. Провинция Сальто. В семье Фридас Мендоса на домашнем алтаре на глазах статуэтки Девы Марии неожиданно проступила розоватая жидкость. То ли мира, то ли кровь. Сразу никто определить не смог. Событие, произошедшее накануне Пасхи 2017-го, стало мировой сенсацией. Сотни паломников со всей Южной Америки потянулись к плачущей Богородице. Людей было столько, что фигурку пришлось выставить на улицу, чтобы любой желающий мог беспрепятственно ей поклониться. Образцы вещества отдали местным врачам, чтобы они выяснили его состав. Священнослужители затрудняются объяснить происхождение кровавых слез, но местные жители уверены – это предупреждение. Жди беды! А это Абхазия, село Старый Гал. Сюда, к обыкновенному сельскому дому, ежедневно прибывают десятки паломников. Привозят записки с просьбами, молятся и крестятся вот перед этим окном. Почему? Что же в нем необычного? Если присмотреться, на стекле можно отчетливо увидеть силуэт Богоматери. Точь в точь, как на иконе. На стекле появилась икона. Икона Божьей Матери. Тут было много народа. Невозможно было пройти сюда посмотреть. Хозяева дома утверждают, что люди – они обыкновенные. Особенно набожными никогда не были. Да, в Бога верят. Да, в церковь иногда заходят. Как, впрочем, и все остальные жители. Ничего особенного. Но то, что отпечаталось на стекле, для них стало настоящим шоком. Матери сказал, что я не могу это все объяснить. Это специалисты надо, чтобы объяснять. Вот, сегодня вы тоже видите. Пока никто из жителей так и не смог объяснить, почему именно в этом доме, именно на этом окне появился лик Богородицы. Но мало кто сомневается в том, что это настоящее чудо. У меня лично страх поймало, какое-то ощущение такое, что-то непонятное. Опытный глаз может увидеть разводы, похожие на следы керосина. Но каким образом они оказались на стекле, и почему приняли такую причудливую форму? Исследовать необъяснимые явления пришли даже сотрудники правоохранительных органов. Лично меня это не внушает никакого, такую стопроцентную уверенность, что это отсюда божественное. Впрочем, даже в полиции не сомневаются. Рисунок на стекле сделал не человек. Но тогда кто и почему? Местные жители верят, что образ Богородицы на стекле – добрый знак. И эта необычная икона принесет удачу не только хозяину дома, но и всему поселку. Она является нашей покровительницей. И она это и показала сегодня. Смотрите далее. Самый таинственный случай в истории Самары. Знаменитое стояние Зои. Почему девушка застыла, пустившись в пляс с иконой Николая Угодника? Взяла икону, впала в так называемый там религиозный, кстати. И что в действительности произошло на этом месте 60 лет назад? Мы встретились с экспертами и разгадали загадку. Почему сегодня эта история повторяется вновь? Уникальные кадры из Казахстана. Человек окаменел прямо на глазах у посетителей торгового центра. Стоит-то он дальнейший. С девяти. Причусь, он как деревянный. Каким образом? Обыкновенный мальчик из Чебаркуля после смерти превратился в святого. Почему камни с его могилы исцеляют от всех болезней? Я просто вижу, что они приезжают, там кто-то исцеляется, а потом я услышу вот это вот. Что это? Чудеса или результат человеческой веры? Что будет, если проверить на прочность и то, и другое? Невероятно. В городе Задонской Липецкой области местом притяжения паломников стал вот этот дом. Он растет во дворе частного дома. И чтобы подойти к нему поближе, нужно договариваться с хозяевами. Однако из года в год поток людей сюда не иссякает. Здесь молятся, ставят свечи и воду, чтобы осветить их от дерева. Как утверждают местные жители, это дерево обладает необычными свойствами. На ветру дуб раскачивается и издает странные звуки, похожие на церковные пения. Впервые об этом стало известно много лет назад. Хозяйка дома похоронила мужа, а наутро услышала над головой молебен. Она не могла определить, откуда доносятся голоса. Вышла на улицу и ахнула. Дуб, который она давно собиралась спилить, издает нечто похожее, то ли на стон, то ли на пение. Ну, поет, да, поющий. Но это ведь надо слушать, видите? Надо слушать его. Так вот становишься к нему, так вот со всех сторон, значит, преклоняешься и обнимаешь этот дуб. И, значит, читаешь молитвы. Местные экстрасенсы говорят, что дуб обладает мощнейшей энергетикой, которую чувствуют абсолютно все. Вот, рамки реагируют на приближение к дереву заметным оживлением. Однако местные священнослужители не признают дуб святыней, а поклонение дереву считают чем-то сродни обрядам язычников-друидов. А дуб сухой совершенно мертвый. Я не думаю, что если бы он был какой-то действительно святыней, я не думаю, что бы он был засохшим и мертвым. Но на данный момент это засохшее мертвое дерево. До недавнего времени знаменитый Мамврийский, туб в Иерусалиме, тоже считали засохшим. Если верить Библии, именно под этим деревом Авраам услышал и увидел Бога. Эту святыню почитали несколько тысяч лет. Сохранились даже фотографии и гравюры, на которых дуб пышет зеленью. Есть поверье, что апокалипсис начнется, когда это дерево засохнет. Несколько лет назад дуб стал умирать. Чтобы спасти его, пришлось соорудить металлический каркас. В Иерусалим даже приезжали российские ученые. Спасти дуб не удалось. Зато возле него неожиданно появились молодые побеги. Что это значит? Может, у человечества есть еще маленький шанс? И может, Задонский дуб тоже когда-нибудь оживет? Бывает ведь, что чудеса повторяются. Эти кадры сняли посетители торгового центра в Казахстане. Мужчина шел по торговому залу и в одну секунду окаменел. Бедный. С девяти часов он стоит. Ему уже плохо. Плохо ему. Давление у него нормальное? Давление нормальное. А укол почему не сделают? Какой? А? Какой? Давление нормальное. Нормальное? Да это стопор, говорю. Первые минуты все происходящее вызывает у посетителей улыбку. Но нет. Мужчина действительно ни на что не реагирует. Он буквально превратился в живую статую. Стоит-то он дальнейше. С девяти. Я пришла, я же круги здесь делаю каждый день. Он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, видите, он молчит. Приехавшие врачи развели руками. В их практике такое впервые. Счет шел на минуты. Нужно было как можно быстрее доставить застывшего мужчину в реанимацию. Но даже уложить его на носилки удалось не сразу. Бывает же, когда рубишь дерево, вот прям так было. Он деревянный был, как полено. Все это удалось зафиксировать врачам. Нитевидный пульс и еле заметное дыхание. Это эксклюзивное интервью нашей программы. Мы встретились с врачом отделения скорой помощи, который проводил реанимацию этого пациента. Он был как деревянный. Надо было делать массаж, лечить. Это возможно от травмы головы, депрессии, стресса. Сейчас жизнь сложная. Я видел одного больного, у него скончался близкий человек, и он тоже застыл, не реагировал. Потом его госпитализировали. Но что же на самом деле с ним произошло? Почему он в прямом смысле слова окаменел? Мог ли он в этот момент находиться в потустороннем мире? И если это так, то что он там увидел? Аналогичное, странное, много лет не находившее объяснений происшествия, случилось полвека назад с девушкой из Самары по имени Зоя. Комсомолка, задорная и веселая, посреди новогодней вечеринки она заявила, раз мой жених Колька задерживается, буду танцевать с Николой Угодником. Схватила из угла икону и пустилась в пляс. На замечание друзей о том, что делать такое богохульство, Зоя ответила, но если так, пусть Бог меня накажет. И в тот же миг застыла с иконой в руках. Взяла икону, впала в так называемый там религиозный экстаз или в какое-то состояние крайне психического возбуждения. Слух об окаменевшей девушке мигом облетел всю Самару. Тело находилось под особым контролем властей. Зою обследовали врачи. Пульс прощупывался, но ни на какие раздражители она не реагировала. Медики пытались вколоть ей лекарства, но ничего не вышло. Иголки не входили в тело, мышцы стали словно каменные. Как утверждают Зоя, неподвижно простояла с иконой в руках без еды и воды 128 дней. Все это время за ней наблюдали и пытались помочь. Священники приходили несколько раз, но безрезультатно. Тем не менее, вернуть девушку к жизни удалось именно с помощью молитвы. Рассказывают, что это сделал местный монах, который, в отличие от всех предыдущих, разговаривал шепотом. Он тихонько запел молитву у ее уха. Зоя начала реагировать, выпустила из рук икону и пришла в себя. О дальнейшей судьбе девушки известно мало. Говорили, что она тронулась разумом и закончила свою жизнь в психбольнице. Что произошло конкретно, я видел это видео, что произошло конкретно с этой девочкой, ну да, там так же ступор, послужила ли икона, скорее всего, то психоэмоциональное возбуждение или там религиозный экстаз, например, или еще что-то, в котором она находилась. Чем же было так называемое стояние Зои? Вымыслом? Страшной притчей или реальной историей? Вернемся к недавнему случаю в Казахстане. Чтобы реанимировать окаменевшего мужчину в торговом центре, современным медикам потребовалось около двух часов, и в тот же вечер пациент был выписан из больницы. Оказывается, на этом нашумевшем видео запечатлено одно из редчайших проявлений психического расстройства. На этом видео мы видим больного, страдающего кататоническим ступором. Это относится к психическим заболеваниям. На самом деле, во-первых, это опасное заболевание для жизни больного. Надо делать массаж, седативные вещества, надо принимать с кофеином и психотропными средствами. Кататонический ступор это. Он застыл. Если верить медицинской энциклопедии, кататонический ступор близок к состоянию комы, человек может провести в таком состоянии очень долгое время. Физиологические процессы замедляются настолько, что пульс не прощупывается. При этом человек находится в сознании. Он видит и понимает все, что происходит вокруг, но сделать ничего не может. Об этом мало кто знает, но с застывшими людьми действительно нужно разговаривать только шепотом, как это делал монах в случае с Зоей. Иногда такие пациенты откликаются. Удивительно, но такие проявления болезни случаются буквально один раз на миллион, так что далеко не каждый врач сходу определит диагноз. В последний раз где-то 15 назад четкий приступ случай кататонии там пациента привезли на машине на скорой помощи в горизонтальном положении, буквально достали оттуда и как статую поставили. И он стоял. Он не говорил, соответственно, не моргал, все мышцы были напряжены и так далее. Действительно было сложно сделать ему укол. Но после того, как ему была сделана инъекция, на тот момент был препарат мажептил в маленькой дозировочке, он буквально рванул с места и в отделении побежал. Похожий случай был описан в Библии. Однажды Бог решил наказать два города, погрязших в грехе, знаменитые Содом и Гаморру. И только семейство праведника по имени Лот чудом избежало наказания. О предстоящей беде им сообщили ангелы. Они предупредили Лота, что нужно уходить, не оглядываясь. Высоко в горах жена праведника обернулась посмотреть на город и в тот же миг превратилась в соляную статую, которую до сих пор можно увидеть недалеко от Мертвого моря. В Библии описаны чудеса, объяснение которым до сих пор ищут историки. Миллиарды людей Библию почитают священной книгой, знакомятся со всеми этими удивительными историями, которые мы называем чудесами. Поэтому игнорировать это было бы как-то неразумно с точки зрения самых разных наук. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и пред глазами рабов его и вся вода в реке превратилась в кровь и рыба в реке вымерла и река воссмердела и египтяне не могли пить воды из реки и была кровь по всей земле египетской. Так в Библии было описано необычное явление, когда главная египетская река Нил окрасилась в красный цвет. Казалось бы, очередная легенда. На самом деле это событие было подробно изложено и в других источниках. В так называемом папирусе и пувера. Это древний документ, предположительно появившийся во втором тысячелетии до нашей эры. В нем подробно изложены бедствия, обрушившиеся на древний Египет. И была кровь по всей земле египетской, всюду кровь. И копали все египтяне вокруг реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воду из реки. Исследователи полагают, что за каждым из описанных чудес стоит реальное историческое событие или природное явление, даже такое необъяснимое на первый взгляд чудо, как манна небесная. И вот Господь явил это чудо и манны небесной напитал народ израильский. Есть, наверное, разные объяснения тому, чем могла быть эта манна. На самом деле манны небесной могли назвать стекавшей с ветвей, похожей на мед, сок цветущего ясеня. Сыны израилевы никогда ничего подобного не видели и могли посчитать это чудом. Наука часто не может объяснить события, которые происходили в древности и это неудивительно. Невероятно другое. Даже в наше время происходит явление, природа которых ученым совершенно непонятно и это действительно чудо. Посмотрите, это кадры с камеры наблюдения в школе Элса Перейра в Перу. Отчетливо видно, как тележка с хозяйственными принадлежностями начинает двигаться сама собой. Это не землетрясение и не чей-то розыгрыш. Все дети в данный момент на занятиях. Записи с камер наблюдения начали отсматривать после ужасного происшествия, которое случилось в тот день в школе. Во время занятий ученики и многие из учителей одновременно потеряли сознание и впали в транс. Приехавшие на место медики увидели странную картину. дети будучи в неадекватном состоянии в один голос рассказывали о призраке душителей. Школьникам потребовалась помощь врачей. У некоторых изо рта шла белая пена. Все это было похоже на массовое помешательство. Дети утверждали, что видели одно и то же черного призрака, который хватал их за горло и тащил в какую-то пещеру. Родители и власти городка в шоке. Местные жители говорят, что все это связано с тем, что когда-то на том самом месте, где теперь стоит школа, было кладбище, на котором хоронили каторжников и преступников. Люди верят, что злые духи потревожены и теперь ищут возмездие. Этот случай изучала полиция, но причину массового помешательства детей они установить так и не смогли. Родители школьников пригласили католического священника, который провел в школе службу и осветил помещение. Это единственное, что они могли сделать. Медицина оказалась бессильной. Это покажется странным, но после прихода священника приступы массового помешательства у детей прекратились. Невероятно, но даже в 21 веке одним из эффективных методов лечения психических расстройств считается обыкновенная молитва. Этого молодого человека зовут Тарники Джагерная. Он известен далеко за пределами Грузии. Однажды, когда ему было 14 лет, он проснулся от того, что вся его постель была в крови. Я лег спать и у меня ощущение, что подаю в обморок. На теле юноши появились странные раны ровно в тех же самых местах, где у Иисуса Христа были вколочены гвозди во время распятия. Мы встретились с Тарники в Грузии. Сегодня он довольно известный модельер и ювелир. Живет вполне обыкновенной светской жизнью, но необъяснимые явления происходят с ним до сих пор. После того дня, когда на его теле появились раны, он стал видеть странные вещи. Описаться вам святых не могу. Описаться ангелов я вам не могу. Но если вы спросите, видел ли я их, я их видел. Вижу ли я их, я их вижу. Тарники рассказывает, видения ему являются часто. Не всегда это пророчество. Чаще всего это некие образы, которые сложно расшифровать и передать словами. Но каждый год накануне Пасхи словно по часам на руках и ногах вновь открываются кровавые раны. Они открываются на Красной Пятнице и на Красную Пятницу практически одно и то же видение. Это даже невозможно назвать видением. Я просто в другом пространстве. Тарники признается, он до сих пор не понимает, почему именно он стал обладателем этого странного дара. Он никогда не был особенно набожным человеком. Более того, эта способность приносит одни неудобства. Прохожие люди тычут пальцем. Многие насмехаются над ним, утверждая, что он сам наносит себе очень... Что, почему меня не спросили, хочу ли я стигматы? Может быть, я их вообще не хочу, да? Как будто нету, да, свободного выбора. Мне очень часто, сейчас уже через несколько лет священники упрекали, что вот человек не может на себя взять такое. А кто сказал, что взял на себя? А кто сказал, что кто-то молился? Я молился, что у меня открылись стигматы. Да Бога ради, они мне не нужны били. Я даже не знал, что это такое. Тарники обследовали врачей, но так и не смогли определить причину этого необычного явления. Все, что им удается фиксировать, это глубокие рваные раны на руках и ногах, которые затягиваются через несколько месяцев. В современной науке принято считать, что в основе этого странного явления лежат не до конца изученные свойства человеческой психики. Специалисты полагают, что причиной появления ран может быть способность к самовнушению. Но как именно это происходит, ни наука, ни религия объяснить не в состоянии. Мало кто знает, что в православной церкви есть специальная комиссия, которая официально занимается чудесами. Академик Павел Флоренский, внук знаменитого философа и священника Павла Александровича Флоренского, изучает необъяснимые явления в церкви уже более десяти лет. На его счету сотни случаев разоблачения, так называемых чудес. Официально его команда называется экспертной рабочей группой по чудесным знамениям при Богословской комиссии Русской Православной Церкви. В 90-е годы на страну обрушился вал чудесных явлений. Православная церковь пыталась выработать единый подход к этим мистическим проявлениям. В 99-м году была создана специальная комиссия, которая занималась изучением церковных чудес. Туда вошли ученые, физики, палеонтологи, лингвисты. Комиссия занялась рутинной работой. Сотрудники дни напролет выслушивали сотни бабушек. То у одной икона замеряточит, то у другой образок покроется кровавыми следами. Чаще всего этим явлением находилось вполне земное объяснение. Но однажды им пришлось столкнуться с поистине неординарным случаем. 2007 год. Тысячи людей, жаждущих увидеть чудо, отправляются в Челябинскую область, в город Чебаркуль. Известные спортсмены, богатые бизнесмены, простые верующие, они пришли сюда, чтобы исцелиться от всех болезней. На старом кладбище сооружен навес. Внутри могила десятилетнего мальчика Вячеслава Крашенинникова. Он умер от лейкоза. После смерти мать Вячеслава объявила его святым, объясняя это тем, что ребенок при жизни не совершил ни единого греха и даже пророчествовал. И вдруг, как вот, знаете, как-то крыльями кто-то порхает и порхает, поворачиваясь. Больших размеров голубь абсолютно, совершенно белый. Я очень удивилась, я думала, как это так может быть, а потом подумала, так не бывает. Значит, наверное, Господь Славочку заберет, может быть, это за ним. Стараниями матери была написана книга о его предсказаниях. Слух о необыкновенном мальчике стал мгновенно разноситься по стране. К могиле ребенка потянулись паломники. Ну, я постоянно вижу, что люди приезжают, приезжают на автобусах, приезжают, ну, как бы, не только из наших мест, там, из Москвы, со всей России приезжают. Ну, они верят в это. Смотрите далее. Чудеса, от которых стоит держаться подальше. Как отличить по-настоящему загадочные явления от подделки? Зачем специальная церковная комиссия исследует необъяснимое? Мы привезли с собой приборы, измеряющие влажность, давление, температуру. Мистика на заказ. Кто и зачем вводит в заблуждение верующих и сколько на этом можно заработать? Мира здесь стекает, вот посмотрите, вот нельзя тронуть, потому что как желобок, и вон мир наполнен. Вот, видите, стекает. Как отличить фальсификации мошенников от действительно невероятных событий? Какое оно настоящее чудо, не вызывающее сомнений даже у официальной науки скептиков и атеистов? Смотрите, сразу после рек... Это могила 10-летнего Вячеслава Крашенинникова. Он умер от лейкоза. После смерти мать Вячеслава объявила его святым. Памятник ему сделан из мрамора, и это не случайно. Мальчик при жизни утверждал, что мрамор живой, а потому помогает людям. Теперь сюда приезжают тысячи паломников, и забирают с могилы мраморные камушки. Я вообще сам не местный, я живу в Челябинске, но много слышал о мальчике святом из Чебуркуля, которого зовут Слава. Некоторые называют Славик, Святой Славик. Московские эксперты исследовали камни с могилы Вячеслава, но никаких необычных свойств обнаружить так и не смогли. Местные жители об этом знают, но поток желающих не иссякает до сих пор. Сегодня были дела в Чебуркуле и решил сюда заехать. Так как склеп был закрытый, взял просто камушек. Уже как бы не молодой, есть проблемы со здоровьем, есть проблемы со здоровьем у близких. На всякий случай я взял этот камень, вдруг поможет. Не знаю, какая у него чудодейственная или нет сила, но вот заметил, что как только его взял, дождь прекратился. Чудо это или не чудо, не знаю. В книгах и фильмах, которые издает мать Чебуркульского отрока, вся жизнь, каждое слово и действие мальчика обрастает легендами и преподносится как божественное пророчество. Там икона была Господа, его любимая. Он посмотрел в этот иконный уголок, глаза открытые стали, большие такие стали, и он и говорит, и все-таки ты есть, слава Богу. И начал ему навстречу подниматься и умер. Несмотря на старания матери, Вячеслава Крашенинникова так и не канонизировали. Церковь с насторожностью отнеслась к попыткам Чебуркульского семейства объявить собственного ребенка святым. Более того, из продажи в храмах были изъяты брошюры с жизнеописанием мальчика. В них, например, речь идет о пророчествах Славика, причем многие тексты напоминают сюжеты голливудских фильмов. Любящая мама создала вокруг него культ. Рядом были иконы, крест. Она молилась, но потом стала говорить, что есть исцеление, есть излечение. Раздавала камушки, которые надо было класть в воду и потом эту воду пить. Ребят, друзья мои, ну надо все-таки ходить к врачам. Ну а приходской батюшка категорически это отрицал и не принимал. Он не богословлял к нему идти. Комиссия Павла Флоренского вынесла неутешительный вердикт. Смерть ребенка это большая трагедия для семьи, но превращать ее в культ, тем более коммерческий, совсем не святое дело. По словам местных жителей, родственники поставили на поток сбор денег с посетителей могилы Славика и даже построили себе новые дома. Она имеет очень серьезные материальные бонусы вот с этого культа. Это уже не просто, понимаете, своеобразная компенсация за смерть сына. Это и реализация каких-то своих амбиций, в том числе и властных амбиций, и, конечно, это попытка решения каких-то материальных проблем своих. Для меня это безусловно. Сегодня культ Чебаркульского отрока вышел на новый уровень. Ему построили собственную церковь. О житии 11-летнего мальчика написаны десятки книг и снято множество фильмов. Причем преподносится все как официальные материалы православной церкви. Вы понимаете, опасность в том, что это, конечно, это, конечно, секта, и это секта расколеческая. То есть, это люди, которые будут уводить людей вот в этот храм к себе, прикрываясь, опять-таки, авторитетом русской православной церкви. То есть, это как бы православный храм, как бы, я подчеркиваю, это не православный храм. Кто там будет служить, мы тоже этого не знаем. А это уже другой случай, с которым пришлось столкнуться церковные комиссии по чудесам. Подмосковный город Клим. Квартира местной жительницы Валентины Жучковой. Здесь вдруг стали обильно мироточить иконы. И не одна, и даже не две. Все иконы, которые оказывались в квартире женщины, начинали мироточить. Миро здесь стекает, вот посмотрите, вот нельзя тронуть, потому что, как желобок, и вон мир наполнен. Вот, видите, стекает. И чуть тронешь это. Вот сейчас привезли в коридоре стоят эти поддоны вот сделать, потому что там, где поддоны, там поменьше. Все-таки дальние, которые стоят, иконочки, они еще там... Удивительно, но масло источали даже бумажные иконки. Масла было так много, что его можно было набрать в банку. Концентрация чудес на квадратный метр этой обыкновенной подмосковной хрущевки казалась просто феноменальной. Иконы обновлялись, светлели, сияли и мироточили, удваивались и истекали кровью. А сама хозяйка квартиры охотно демонстрировала одно чудо за другим. Вы видите, что на этой иконочке вот сегодня глазки приоткрыты, вы видите, немножко побольше. На той совсем закрыты. А вот на этой иконочке она очень широко открывала дважды глаза, скорбящие, боже мать. Невиданные чудеса в этой квартире происходили буквально каждый день. Посмотреть на Клинское чудо стали приезжать со всей страны. Люди охотно давали, бобивали деньги, лишь бы хоть одним глазком увидеть необычное явление. Вот этот тот самый камень, который здесь он свел розовыми цветами. Этот камень, он найден на горе Афон, где явилась северская икона Божьей Матери. Я, кстати, вам скажу, здесь четыре раза брали анализы все вот это мира, брали крови. Вот здесь это все работала комиссия. А на краях вот здесь вот по этим выступам были розовые такие вкрапления, как цветы. Вот смотришь на камень, он как в цветах был. Но самое удивительное было то, что иконки, принесенные паломниками с собой, тоже начинали мироточить. Как это происходило, никто объяснить не мог. Как отец Кирилл сказал, я говорю, батюшка, я так согрешаю, много продевается. Вот я приподняла, видите, образуются пузырьки, фонтанчики. С нее мира истекает, вот фонтанчиками образуется. Когда паломничество в странную квартиру стало массовым, на уникальный феномен обратила внимание комиссия по церковным чудесам. В квартиру Валентины Жучковой выехали академики РАН, физики и химики. Руководитель этой комиссии вспоминает, когда прибыли на место, увидели невероятное. Люди бутылками набирали жидкость, стекающую с икон. Она командующая дама, которая держала себя великолепно. У нее, как в иконной лавке, стояли иконы, под ними стояли поддоны, и все это текло, 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 и текло, и капало, капало, капало. Иконы странным образом переставали мироточить только тогда, когда хозяйка уезжала из дома. Все это вызывало вопросы. Было подозрение, что хозяйка квартиры наверняка всех водит за нос. Но как ей удается делать, это незаметно. Разгадка феномена обнаружилась при первом же осмотре других комнат. Пошел я же не в туалет пошел, я квартиру осмотрел. В кухне стоят вот такие коробки с дешевым подсолнечным маслом. Ну, и сейчас готовые. А рядом мешки с использованными бутылками из подсолнечного масла. А потом говорит, ну что, вы не видите, что это набрызгано? И не только иконы, она и на рамах, везде это все. Как оказалось, буквально в промышленных масштабах Валентина Жучкова закупала растительное масло и поливала им иконы. После того, как женщину разоблачили, она спешно продала квартиру и уехала в Тверь. С тех пор о чудо-иконах Валентины Жучковой не слышно ни слова. Но народ-то глуп. И вот туда ломился народ и тащил свои деньги, деньги. Причем это дело, вообще говоря, милиции, потому что там мошенничество. Однако в практике академика Флоренского были далеко не только одни лишь разоблачения, но и случаи, которые академик объяснить с точки зрения науки не смог до сих пор. Израиль, гора Фавор. Именно здесь, 2000 лет назад, произошло необычное явление, описанное в Библии. Однажды на вершину этой горы поднялся Иисус Христос, чтобы помолиться. Но вдруг с неба спустилось облако и сошел свет. Он был настолько ярким, что одежды Христа стали белоснежными, а лицо его стало излучать свет. Увиденное напугало учеников. Но Христос успокоил их, объяснив, то, что они увидели, это свет от Бога. С тех пор этот день христиане стали отмечать как праздник. В России он называется Преображение. В этот день здесь ежегодно проходит молебен, на который приезжают сотни верующих. И смотрите, что происходит. Это кадры в самом начале богослужения. Картинка ясная и четкая. Примерно в середине службы верующие замечают в небе облака, которые спустя несколько минут спускаются прямо к алтарю. И вот уже люди окутаны густым туманом. Если бы такое происходило здесь каждую ночь, можно было бы все это списать на особенности климата. Однако все намного сложнее. Праздник Преображения Господня выпадает на самый засушливый сезон. В это время вокруг на небе ни облачко, ни дождинки. Нет облаков и в других местах. Поразительно. Но божественный туман спускается именно к православному алтарю прямо во время молебна. Это явление исследовали независимые ученые и специальная церковная комиссия по чудесам. Они приезжали на молебен несколько раз и замеряли происходящее точными метеорологическими приборами. Мы привезли с собой приборы, измеряющие влажность, давление, температуру. Поднялись в этот день на гору Фавор и там это фиксировали. Должен сказать, что в этот день никакого облака не было. Исследователи были уверены, что на этот раз чудо не произойдет. На небе не было ни тучки. Тем не менее, члены комиссии развернули свое оборудование. Датчики ветра, влажности и температуры и стали ждать службы. То, что было дальше и то, что они увидели на своих приборах никак не укладывается в рамки привычной метеорологии. В какой-то момент на небе стали происходить странные всполохи. Смотрите далее. Необъяснимое явление, известное как чудо на горе Фавор. Почему таинственное облако спускается на землю во время молитвы? Начался шум. Что-то происходило. Появились какие-то частицы в воздухе, вихри. До чего дошел прогресс? Почему необъяснимых явлений становится меньше? Положите руки на коленки, ладонями вверх и закройте глаза. Фальсификации мошенников и настоящее чудо. Уникальные кадры из личных архивов исследователей. Смотрите. Прямо сейчас. Это кадры исследования комиссии Флоренского необъяснимого явления. Появление тумана на горе Фавор. Ученые были уверены, что на этот раз чудо не произойдет. На небе не было ни тучки. Однако то, что было дальше и то, что зафиксировали приборы, никак не укладывается в рамки привычной метеорологии. В какой-то момент на небе стали происходить странные всполохи. Начался шум. Что-то происходило. Появились какие-то частицы в воздухе, вихри над молящимися. Это все происходит на улице. Облако появилось словно из ниоткуда. Явление необъяснимое с научной точки зрения. Из-за сухого воздуха на горе Фавор нет условий, необходимых для образования тумана. Тем не менее, феномен был зафиксирован телекамерой и портативными метеостанциями. Это значит, что чудо было подтверждено документально. В итоге члены комиссии были вынуждены признать, что научного объяснения у этого явления действительно нет. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить. Все это будет заряжено. Положите руки на коленки, ладонями вверх и закройте глаза. Это один из знаменитых сеансов экстрасенса-целителя Алана Чумака. Многим тогда казалось, что обычная питьевая вода и крем для тела могли заряжаться целебной энергией прямо через телевизор. Удивительно, но некоторым это даже помогало. Только прислушивайтесь к тем ощущениям, которые будут возникать во время сеанса. Сейчас немногие вспомнят, но большую часть телевизионного сеанса целитель ничего не говорил, только делал пасы руками. Зрителям надлежало закрыть глаза и ждать улучшения самочувствия. И многим действительно становилось лучше. Что это было? Массовое помешательство или настоящее чудо? Итак, пожалуйста. Это был конец 80-х. Великая страна СССР заканчивала свое существование, и людям предлагалось пережить операцию по его уничтожению без наркоза под гипнозом от Анатолия Кашпировского. Такое впечатление, что ты сейчас несешь нож, что-то на плечах, тяжелый, в гору, идешь по ступеньках. Хорошо, Анатолий Михайлович. Пульс хороший. Это чудо показывали в прямом эфире. Из киевской студии психотерапевт Кашпировский ведет невиданный сеанс гипноза. Женщина добровольно согласилась на эксперимент. Операция без наркоза. И как вы себя чувствуете? Чудесно. Впоследствии Кашпировский утверждал, что ввел пациентку в некое особое состояние. Она была в сознании, поддерживала разговор и отвечала на вопросы. И лишь спустя несколько лет журналисты сообщили, что на самом деле женщина испытывала боль, но под прицелом телекамер просто не могла разочаровать миллионы телезрителей. Тем более, что операция по удалению грыжи относится к несложным и закончилась относительно быстро. в течение двух часов. У меня расселилась все остальные два часа с половиной. И вы даже пели? И даже пела, правильно. Ну, это я, я люблю петь. 90-е годы рвали все шаблоны у постсоветского общества. В стране, где главными ценностями традиционно считались высшее образование, атеизм и полное отрицание всего сверхъестественного, стали показывать нечто необъяснимое. И это производило невероятный эффект. это уже 93-й год. К тому моменту телетрансляции целителей были официально запрещены, зато выступление японского деятеля Сёка Асахары в Олимпийском проходило вполне легально. Да и как ему было отказать? Духовный лидер нового религиозного движения в Россию приехал не покрасоваться. Он потратил 15 миллионов долларов на свой вояж. Дорогого гостя встречали даже в Кремле на уровне вице-премьеров. Государство это светское государство. Поэтому еще раз приветствую вас. Выступление человека, называвшего себя пророком и токийским Христом в Олимпийском, многие воспринимали как настоящее чудо. Зрители впадали в настоящий транс и буквально катались по полу. Кришна, Кришна, Господь Бог, Господь. В результате у Асахары появились 50 тысяч адептов готовых отдать ему последние деньги. Он зарабатывал сотни миллионов, пытался создать политическую партию и боролся за власть. Это потом, в 95-м году весь мир узнал, что тоталитарная секта Аум Синрикё ставит своей целью уничтожение и террор. Именно Сёка Асахара организовал зариновую атаку в токийском метро, где от отравления нервно-паралитическим ядом погибли 13 и пострадали более 6 тысяч человек. Большинство людей хотят верить в чудо, хотя бы потому, что оно даёт надежду и доказывает, что окружающий мир удивителен и прекрасен. Этим свойством человеческой натуры во все времена пользовались разного рода мошенники. Впрочем, отличить чудо от подделки не так уж и сложно. По мнению экспертов, если за него просят деньги, это первый признак фальсификации. И чем больше разоблачений подобных явлений, тем сильнее люди будут ценить настоящие чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok